Сегодня в одной из ветеринарных клиник эта пятимесячная кошечка прошла через процедуру чипирования. Ее хозяйка, заводчик канадских сфинксов Татьяна Шитова считает, что процедура необходима для всех домашних животных. Самое главное это идентификация животных и поиск его владельцев. Потому что в жизни бывают разные ситуации и не только собаки, но и кошки иногда теряются. Кошка может выпрыгнуть из окна, кошка может выскочить в дверь, хозяин может не заметить. Благодаря чипированию мы можем найти владельца и уменьшить количество потеряшек в нашей стране. Животным под кожу вводится специальный чип размером с рисовое зерно. Он обработан антимиграционным покрытием, что предотвращает отторжение и перемещение микрочипа под кожей. Процедура выполняется как обычная инъекция, практически не вызывает болезненных ощущений. У меня вот сфинксы, они обычно даже и не реагируют. То есть они там заживают это все элементарно. Маленькая эта дырочка, она закрывается абсолютно самостоятельно. Никаких рукцов и шрамов, хотя у меня как бы животные голенькие. То есть и шкурка неприкрытой шерсти. В этот же день животные чувствуют себя хорошо. Одного такого чипа, на который занесена вся информация о нем и его владельца, хватает на всю жизнь животного. Сейчас процедура выполняется в России все чаще, ведь во многих странах чипирование обязательно. Для вывоза животных с территории России, естественно, это обязательно. Ни одна страна просто не примет это животное, но и наши таможни его тоже не пропустят. Для всех животных существует единая база данных. Так что если чипированный редкий попугай без ведома хозяина улетит за границу, иностранцы, скорее всего, считают с него данные и свяжутся с владельцем. Даже в эту клинику часто люди приносят потерянных чипированных животных. Специальный прибор считывает его номер, и в базе данных моментально отображается вся информация о хозяине. Что касается, например, нашей Рязанской области, это опять же очень важно. Мы обязательно чипируем до прививки от бешенства. То есть, опять же, и доктора, и животные потом уезжают. Мы точно знаем, что именно это животное было привито от бешенства. А ситуация с бешенством, сами знаете, не очень благополучная. И в стране, и в нашем конкретном регионе. Еще один плюс. При покупке породистого животного заводчик не может обмануть владельца и подменить выбранного питомца. Планируется, что в России в следующем году будет создана единая система идентификации домашних и фермерских животных. Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу. Например, в случае с пчелами. Всю пасеку разом. Животному будет присвоен уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор. Маркировать животных можно будет по-разному с помощью чипа, бирки, татуировки и других методов. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу. Под исключение попадают и дикие звери, обитающие в естественной среде.